В избирательной комиссии Ненецкого округа завершился прием документов от кандидатов депутата Госдумы 7-го созыва. По итогам периода документы подали 6 кандидатов от политических партий и 3 самовыдвиженца. Теперь в избирательной комиссии приступят к регистрации кандидатов. По итогам периода выдвижения в избирательную комиссию Ненецкого округа поступили документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями и самовыдвиженцев. Партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму представит Сергей Коткин, партию «Родина» Наталья Солуянова. От «Справедливой России» выдвинут Виктор Шустров, Либерально-демократической партии России Андрей Смыченков, КПРФ Александр Саблин и коммунистов России Алексей Лебедев. В порядке самовыдвижения документы подали Мария Полякова, Владимир Кисляков и Максим Малышев. До 3 августа самовыдвиженцам необходимо сдать пакеты документов и листы с подписями избирателей. Следующий этап – это этап регистрации. Они должны быть зарегистрированы кандидатам. Если партийцев мы зарегистрируем в течение предстоящей недели, то самовыдвиженцы у нас уходят на начало августа. Там у нас после представления документов в течение 10 дней у комиссии есть время для того, чтобы изучить представленные на регистрацию документы, в частности подписные листы, и, соответственно, принять решение по существу – регистрация либо отказ от регистрации. Рабочая группа по приёму документов запрашивает необходимую информацию о кандидате в различных ведомствах – налоговой службе, ГИБДД, ОМВД и других инстанциях. Проблем в проверке документов здесь нет. Система проверки документов между избирательной комиссией и учреждениями и организациями выстроена, налажена, на протяжении многих лет уже действует без сбоев. Также на семинаре в избирательной комиссии обсудили вопросы участия представителей средств массовой информации в предстоящих выборах. Журналистам рассказали об изменениях в законодательстве, регулирующем думские выборы, и особенностях освещения избирательной кампании. Мы сейчас переходим в такую активную стадию. Мы переходим сейчас, скажем так, будем активно пользоваться своим статусом как политическая полиция. Мы будем наблюдать за кандидатами, за тем, чтобы они правильно использовали своё право на агитационную деятельность, на информирование. Сами кандидаты также точно понимают о том, что законодательство у нас детализировало. Сейчас предметное использование новых даже средств массовой информации и информационных агентств, и сетевых изданий. Помимо думских выборов, на территории Ненецкого округа идёт подготовка к выборам в Малоземельском сельском совете. Сегодня на должность главы муниципалитета и на должность депутата выдвинута по одному кандидату. Приём документов для выдвижения данных кандидатов заканчивается 31 июля 2016 года. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал Север.